Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить о БАДах, и вообще мы очень мало об этом говорим, хотя, конечно же, если вы хотите, так скажем, становиться лучше, красивее, здоровее, если вы уже, может быть, пользуетесь какими-то БАДами, эта информация, я думаю, вам необходима к размышлению. И я запускаю такой цикл, то есть у меня будет целая серия выпусков про БАДы, так что пишите ваши вопросы, я надеюсь, вы активно приняете участие, и мы с вами, соответственно, будем все это постепенно, плавно изучать. Сегодня хотелось бы поговорить о таких веществах, как фитоэстрогены. Это эстрогеноподобные вещества, которые содержатся в растениях. Стоит заметить, что сами по себе фитоэстрогены не являются гормонами, однако структура, соответственно, с химической точки зрения, структура фитоэстрогенов похожа на, соответственно, эстрогены, в частности, вот 17-й ПЭТ, эстрадиол так называемый. Ввиду с этим сходством, да, то, что у нас фитоэстрогены похожи на эстроген, женский, да, половый гормон, они могут связываться с рецепторами эстрогеновыми. И, как я уже говорил, любой гормон сам по себе ничего не делает, он работает через рецепторы, да, вот тут то же самое. Они как бы такие ребята, которые просто похожи на ваш родной эстроген и связываются, соответственно, могут также связываться и заставлять работать ваши эстрогеновые рецепторы. Тут все становится гораздо интереснее, потому что в случае, да, их действия они могут оказывать как эстрогеновый эффект, так и оказывать антиэстрогеновый эффект. Когда у нас эстрогенов не хватает, как раз-таки они оказывают эстрогеновый эффект, то есть дополняют, как бы, недостаток действия вашего эстрогена. Но если у вас собственного эстрогена в достаточном количестве, может произойти антиэстрогеновый эффект, да, и, соответственно, как бы, получится даже неприятная такая реакция, то есть уровень эстрогена будет падать. Поэтому здесь нужно четко, взвешенно принимать эти БАДы, смотреть анализы, как я уже говорил, и врач должен принимать решение назначать вам фитоэстрогены или не назначать, так как эффекты могут получаться, ну, как видите, достаточно двойные. Выделяют несколько видов эстрогенов. Это, в первую очередь, так называемые изофлавоны, кумистаны, лигнаны, фитоэстрадиолы и другие. Изофлавоны у нас содержатся в бабах, соре, гранатах, подсолнечных семечках, вот этих вот всем известных, да, которые любят грызть россиянин, и также в красном клевере, да, менее известном на просторах Россиюшки. Лигнаны содержатся в пшенице, в маке, моркови, картофеле, вишни, яблоках, земляники, маленья. Пенил флавонаиды содержатся в пиле, дорогие друзья, в достаточно большом количестве. От 3 микрограмм может доходить на 100 грамм пива, и это достаточно много. В красном вине может содержаться до 54 микрограмм, и это очень интересный момент для тех любителей, так скажем, пропустить бокальчик вина, соответственно, на ночь, понимаете, да, вы вносите некоторую коррекцию в ваш гормональный фон сразу же. Были проведены исследования, что в азиатских странах по сравнению с Америкой и Европой меньше раковых заболеваний молочной железы. Однако после переезда, ну, в Америку или Европу заболевание раком молочной железы у азиатов увеличивалось. Считается, что из-за того, что азиатки у нас едят так называемый тофу, да, там в тофу содержится большое количество фитоэстрогенов, и при употреблении единофилов, соей женщинами, которые лечатся по поводу рака молочной железы, было выявлено снижение смертности на 29% и снижение рецидива рака на 32%, что достаточно ощутимо. Также считается, что плаваноиды способны снижать количество негативных радикалов, соответственно, что улучшает в целом состояние здоровья. Однако о том, что такое негативные, там, позитивные радикалы, соответственно, ну, нужно, наверное, читать целую лекцию и ни один выпуск снимать, пишите в комментариях, если вам вообще эта тема интересна. А мы продолжаем. Давайте теперь разберем вообще для чего женщинам пить фитоэстрогены. Ну, в стадии постменопаузы, соответственно, может наблюдаться у некоторых женщин снижение фитоэстрогенов или на счет приема КОК может как-либо смещаться гормональный баланс. То есть, в любом случае мы все же будем говорить о каком-то смещенном гормональном балансе. И это такая маленькая, или, может быть, даже не очень маленькая поддержка. То есть, какие плюсы в себе несут фитоэстрогены? Конечно же, это снижение стресса, снижение окислительных процессов, предотвращение повреждений ДНК. То есть, когда с возрастом наступают какие-то мутации, считается, что снижает повреждения ДНК. В том числе это касается и всех дел косметических, появления морщин и так далее. У женщин становление коллагенового волокна. То есть, это в том числе не только речь будет идти о морщинах и еще каких-то косметических эффектов, это речь и о суставах. И вообще, хорошее количество эстрогенов – это залог здорового опорно-двигательного аппарата костей, суставов, связок и так далее. Это очень важно понимать. Конечно же, будет влиять на артеросклероз, недостаток эстрогенов. И здесь мы тоже получаем большой плюс. Даже в некоторых случаях у мужчин, у меня встречались исследования, когда мужчина, так скажем, выравнивая самостоятельно свой гормональный баланс, гасили очень сильно эстрогены. И, соответственно, когда уже годами человек так ходит, постоянно гасит себе эстрогены. Ну, в некоторых случаях, да, когда есть дополнительные какие-то факторы влияния на артеросклероз, да, к примеру, несоблюдение здорового образа жизни, ненарушения в диете, вот вам, пожалуйста, при недостатках эстрогена артеросклероз у нас появляется. Ну, то же самое, если, соответственно, должный баланс эстрогенов падает. Эстрогены снижают сахар в крови, но, опять же, в том случае, когда у вас был недостаток эстрогена. Считается, что снижает количество раковых клеток в некоторых случаях, да, и, соответственно, как я уже говорил, ДНК защищает. Ну, вот по поводу раковых клеток эстрогенов, тут все очень неоднозначно, и, опять же, снижение раковых клеток чаще все-таки находили у женщин, когда мы, соответственно, женщин поем, да, кормим этими эстрогенами, в том случае, если у нее действительно недостает, выравнивая, да, гормональный баланс, такая привитивная медицина. Вот. И, соответственно, если мы, соответственно, накормим мужчину эстрогеном, ну, даже в рамках референсных значений, но он будет на пике референса, да, то, соответственно, мы можем получить, наоборот, рост раковых клеток. Поэтому здесь есть гендерная особенность, и, конечно же, у мужчин это не будет оказывать с точки зрения профилактики онкологических заболеваний, должного эффекта. У женщин такой должный эффект оказывается более ярко. Дорогие друзья, в чем смысл этого выпуска? Сейчас на просторах интернета активно рекламируются фитоэстрогены и говорят, что это полезно. Ну, как вы услышали ниже, есть свои поправки, есть очень большие «но». Поэтому я вам рекомендую посещать врача, сдавать анализы и только потом принимать решение, нужны вам фитоэстрогены или не нужны вам фитоэстрогены. Ни в коем случае сами не покупать, да, потому что они у нас сейчас в широком доступе. Также имеются в магазинах БАДов различных, поэтому я вам рекомендую внимательно смотреть, изучать состав и не кушать лишний раз фитоэстрогены в том случае, если они вам не нужны. А с вами был Крафцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях и в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!